В минувший понедельник Кооперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан Прошло совсем уж в необычном формате Мы уже отвыкли от этого ковидного варианта Когда все сидят по кабинетам, соединяются по Зуму Да еще и Хабирова на совещании не было То есть все было очень странно Судя по всему, господин Назаров, который вел это совещание Находился в этот момент в Москве Судя по антуражу того кабинета, из которого шло это совещание В первых же строках Назаров объяснил отсутствие Хабирова Дескать, Радифаритович где-то застудил себе легкие Но героически переносил болезнь на ногах Пока весь коллектив правительства и администрации главы Слезно не упросил отца региона полежать дома 2-3 дня Вот буквально так Назаров трагически же выписал эту картину И в итоге продолжал находиться на работе Ему диагностировали воспроизведение легких Поэтому мы уговорили его несколько дней на больничном побыть, пролечиться А то это может последствия быть уже Поэтому сегодня без него проводим Сразу же понеслись по интернету радостные слухи о том, что Хабиров покидает нас по состоянию здоровья Ну давайте не будем так уж упрощать ситуацию Иногда простуда это просто простуда Но в данном случае, конечно, есть еще и место для некой теории заговора Дело в том, что на этой неделе в Москве случился большой федеральный форум Транспортная неделя И к нему, естественно, к этому форуму давно готовились Туда выехала делегация нашего Минтранса Того самого Минтранса Который буквально накануне был дискредитирован задержанием и арестом на два месяца Первого заместителя министра транспорта и дорожного строительства Господина Жулькова Конечно же, в такой странной, опороченной компании ехать и, как говорится, представать перед федералами Хабирова, наверное, не очень хотелось И вот тут случилось вот как-то вот это воспаление легких Не буду утверждать, что Хабиров симулирует Но как-то уж совсем вот это вот так вот все совпало Кроме всего прочего, очень удобно теперь будет отменить и обещанный визит на Донбасс Потому что, как говорил Радий Фаритович, я ближе к декабрю собираюсь съездить Ну, вот ближе к декабрю уже теперь точно не получится Да и актуальность поездок на Донбасс теперь резко снизилась Вроде как и запретили, и не рекомендовали Да и бомбы там, как говорится, падают уже довольно плотно Структура совещания в правительстве в минувший понедельник была тоже необычной Не соблюдался привычный порядок докладов Назаров попросил Булышева, все еще находящегося на свободе Рассказать все-таки про этот транспортный форум Булышев начал рассказывать, но получалось не очень Потому что связь отсутствовала между кабинетами ЦУР так и не научился обеспечивать вот эти зум-конференции Некоторое время Булышев выразительно, но совершенно непонятно шевелил губами Слышно? Нам слышно Нам слышно Андрей, мы не слышим ее И вас я не слышу Вы нас не слышите, мы все слышим Мы все слышим, все хорошо, связь хорошая Мы вас тоже, Андрей Геннадьевич, слышим хорошо Я никого не слышу Потом все-таки электричество дали, звук включили Выяснилось, что в Москве на этом транспортном форуме у Булышева громадье планов Ждет он на стенде Республики Башкортостан первого вице-премьера правительства России Белоусова И запланирован ряд встреч с высшими чиновниками транспортной отрасли Российской Федерации Правда, отсутствие Хабирова несколько подпортило всю эту картинку Потому что ряд чиновников, федеральных чиновников отказались встречаться с представителями республики Ну, потому что по протоколу положен глава региона А так как его нет, то и встреча отменяется Действительно, несколько интересных мероприятий было запланировано на этом форуме Не знаю, насколько они полноценно состоятся Я говорю, например, о соглашениях по беспилотной авиации Которую пытаются развивать в Российской Федерации и в частности в Башкирии То, что господин Давлетов планировал делать на базе Кумертаусского вертолетного завода И там делать какой-то полигон по испытанию беспилотников Но вот это очень интересная тема, которая действительно очень перспективна Россия упустила эту сферу, теперь нужно наверстывать Видите, приходится закупать во всяких разных странах летающие мотороллеры А пора бы уже самим делать беспилотные аппараты Которые во всем мире эксплуатируют на очень разные темы Не обязательно на военные Но, в общем, в целом, подытоживая тему форума Надо сказать, что, конечно, очень сильно подпортила вот эта история с арестом Жулькова Праздник транспорта и его развития Ну, как говорится, остается то, что остается Далее заговорили о прошедшем на минувшей неделе в Уфе Первом всероссийском форуме «Ломая барьеры» Форум был посвящен жизни и обустройству жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями И почему-то Назаров поручил доложить об этом форуме не Ленарий Ивановый Который, собственно, как говорится, это все по профилю А Лирий Игдесамовый, министру финансов Республики Башкортостан И Лира Закуана по-военному кратко и достаточно четко подытожила мероприятие Отметив отдельно факт того, что были на этом форуме достигнуты договоренности Об организации в Республике Башкортостан производства всевозможных устройств И оборудования для облегчения жизни инвалидов Вообще, на самом деле, конечно, форум был очень нужный и полезный Внимания инвалидам в Российской Федерации традиционно уделяется очень мало И господин Назаров изложил достаточно четко концепцию о том Что необходимо действительно максимально эффективно и быстро сломать те барьеры Которые воздвиглись в жизни тех людей, у которых есть ограничения Или тяжелые заболевания, которые не позволяют им вести жизнь обычных людей То есть дело-то, конечно, богоугодное И, собственно, сам форум был действительно плодотворным, по крайней мере, по словам участников Еще раз отмечу, что роль госпожи Ивановой в этом форуме была минимальна И Назаров явно не ее имел в виду, когда распорядился в конце доклада Наградить тех, кто принимал максимальное участие в организации этого мероприятия Я надеялся, что в отсутствии Хабирова Назаров все-таки избавит и себя, и нас От обязанности слушать чушь Прочаковской Но, как говорится, не случилось И чушь мы вынуждены были послушать С самого начала госпожа Прочаковская неожиданно разоткровенничалась И заявила, что ничего нового у нас на панели не поменялось У нас, собственно говоря, не поменялось пока ничего на панели Трудно сказать, что буквально имела в виду Прочаковская Но далее она явила нам слайд с проблематикой жителей Республики Башкортостан На этом слайде действительно поменялось немного Медицина поднялась с четвертого места на второе Она стала сильно беспокоить жителей Башкирии На первом месте плотно закрепилась проблема дорог На третьем месте благоустройство На четвертое место со второго опустились проблемы ЖКХ И дальше пошли уже соцобслуживание, мобилизация, транспорт, образование, строительство и мусор Прочаковская отметила, что возросло количество обращений по коронавирусу Ну, собственно, осень Холодное время года И отсутствие должного внимания к эпидемии, которая никуда не делась Наверное, закономерно к этому приводит Выслушав госпожу Прочаковскую Назаров поручил обратить особое внимание на обращения граждан Которые высмущены тем, что их не зачислили в добровольческие батальоны Башкирии Андрей Геннадьевич указал, что бескорыстный патриотический позыв этих граждан Не должен остаться без внимания властей Ну, я не знаю, что сподвигло премьер-министра к подобному заявлению То ли действительно этих обращений очень много То ли они действительно как-то бросились в глаза Назарову Ну, в общем, почему-то он сакцентировался на этих странных людях Которые с гневом обращаются к властям С жалобами на то, что их не берут в добровольческие батальоны Ну, если уж людей не взяли в добровольческие батальоны То, наверное, для этого были какие-то веские причины Или им лет под 80 Или действительно не все конечности в наличии Но я не могу себе представить Какой-то актуальной причины По которой человека не берут в батальон добровольцам Учитывая, что мобилизовывали у нас людей Абсолютно не делая никаких медосмотров Там одноглазых, одноруких И больных всеми пороками всех органов Забирали как здрасте А тут, значит, что-то привередничают Видимо, были какие-то причины То ли суровые судимости То ли еще что Заслушали в этот раз информацию по ковиду Министр здравоохранения господин Рахматуллин Доложил ситуацию В общей сложности, по его мнению 333 тысячи 400 человек За все время эпидемии переболело ковидом Прирост составил 180 человек за две недели Коек на данный момент Развернут в Башкирии ковидных 390 Из них 30% свободны Лечится в больницах 174 человека Прирост 27 за неделю Общий вывод такой, что ковид Изоболеваемость ковидом растет Умеренно, но растет И отдельно отметили, что на данный момент В Башкортостане ковид лечится Только в специализированных госпиталях Которые были воздвигнуты в этот период В иных медицинских учреждениях ковид не лечит Ну, собственно, наверное, это можно отнести К достижениям борьбы с этой страшной болезнью И, собственно, отрадно то, что все-таки про это вспомнили Потому что многие эпидемиологи, многие специалисты Сейчас бьют тревогу и говорят, что В ближайшее время мы все равно увидим Еще одну вспышку этой болезни Может быть, она не будет такой страшной Многообразной и многочисленной Как это было в прошлые волны Но, тем не менее, конечно, насторожиться нужно Люди продолжают болеть И некоторые даже умирают от ковида Так что сбрасывать со счетов Эту проблему ни в коем случае нельзя Завершили привычный набор докладов Докладом о ситуации в ЖКХ и на дорогах Ирина Александровна Голованова Порадовала нас тем, что По ее мнению, только две аварии Более 8 часов случились в Республике Башкортостан И 23 аварии чуть меньше 8 часов Имеется в виду аварии с отключением Всевозможных ресурсов И благ цивилизации Порадовала нас Ирина Александровна и тем, что Растет поголовье дворников В ее хозяйстве По ее мнению, на этой неделе Было 2999 дворников Которые трудились Во дворах Республики Башкортостан Не знаю, что уж она там делает Но за неделю ей удалось увеличить Это поголовье на 312 человек Слегка, конечно, настораживают Колебания численности дворников И вообще непонятно, зачем Ирина Александровна говорит О количестве дворников Лучше бы говорила о количествах Каких-нибудь специальных машин По уборке дворов и территорий Но все-таки 21 век На дворе Совершенно не упоминала Ирина Александровна о крупных авариях Которые приключились Например, в Уфе На минувшей неделе Я имею в виду аварию в Энорсе Где было отключено От отопления и горячего водоснабжения Большое количество Многоквартирных домов И об аварии на водоводе По улице Погачева Но я уж ничего не говорю о том Что в ближайшие дни В Деме планируется Более чем на сутки Отключать воду В целом районе И так далее Почему-то вот это все Обходит вниманием Ирины Александровны То ли сама она не информирована То ли еще что Но население крупных городов Республики Начинает жить В отдельной реальности По части Жилищно-коммунальных услуг И честно говоря Эта реальность Уже пугает Потому что частота И масштабы аварий Которые Случились Тогда, когда зима Еще не началась Она, конечно Наводит на очень печальные мысли Есть предположение Что зима в этом году Действительно у нас будет Не то, что в Европе А существенно хуже Я имею ввиду Количество аварий И отключений Которые нас ждут В этот период В части обзора Ситуации на дорогах Господин Булышев Которого Во второй раз Вывели на экран Доложил нам о том Что за неделю Случилось 73 ДТП Пострадало 88 человек И погибло семеро В общей сложности Погибших в республике За 2022 год Уже 371 человек И нет никакого сомнения В том, что Численность погибших В республике За 2022 год По итогам года Перешагнет Планку в 400 человек Которую заповедовал Не перешагивать Хабиров И тут Булышев В очередной раз Подведет главу региона Не выполнив это задание Собственно в этом Никто и не сомневался Также Александр Владимирович Сообщил нам О все растущем Количестве пьяных водителей Задерживаемых В республике Башкортостан Не перестают Пить за рулем Не слушаются Увещеваний властей Уже 11 533 Человека Только официально Задержаны В нетрезвом виде За рулем Автотранспортных средств И их количество Конечно Перешагнет Планку В 12 тысяч Человек за год Далее заслушали доклад Первого вице-премьера Правительства Республики Башкортостан Курирующего Экономические вопросы Муратова Рустама Хамитовича На тему О деятельности ТОССР В Республике Башкортостан ТОССР Это территория Опережающего Социально-экономического Развития Некая Ну как бы Офшорная территория На которой Создаются Определенные Благоприятствующие Условия Для развития Бизнеса И промышленности Вообще Мне самому Было любопытно Давно понять Механизмы И эффективность Вот этих всех Особых Экономических зон И дело здесь Вовсе не в том Что это такое Благое Начинание Когда Государство Дает Там Промышленникам И Предприятиям Какие-то льготы За что Они там Развивают Территории И экономику Тут есть палка О двух концах Надо понимать Что любая промышленность Это всегда Ущерб Экологии И окружающей среде И надо понимать Насколько Выгодно Для Для нас Условно Как региона То что мы Позволяем Людям Снижать Налоговые Ставки Позволяем Людям Не платить За это За то За сё Лишь бы Они развивали Экономику Надо понимать Здесь Вот эту Вилку Выгоды И Собственно Доклад Муратова Был именно Об этом Он рассказал Нам о том Что в Башкирии Сейчас действует Рекордное По Российской Федерации Количество Вот этих Территорий Опережающего Социально-экономического Развития Пять Тасеров У нас В Башкирии Это Нефтекамск Белебей Комертау Белорецк И Благовещенск Примечательно Что все эти территории Расположены В некрупных Городах Республики И призваны Развивать их Экономику В этих Пяти Территориях Опережающего Развития Запланировано Получить В ближайшее Время Инвестиции На сумму 52 миллиарда Рублей И создать 10 тысяч Рабочих мест Но это по плану В реальности Уже на данный момент По словам Муратова Инвестировано 7 миллиардов Рублей И собрано 4800 Рабочих мест Создано В этих зонах Собрали Попутно 2 миллиарда 700 миллионов Налогов Всего В общей сложности В этих зонах Располагается 127 Резидентов То есть 127 предприятий Которые Развивают Эти территории Причем По плану Было достаточно 100 этих предприятий Но план Был превышен Государство Одновременно Оказало Помощь Этим предприятиям На сумму 2,5 миллиарда Рублей Налоговых Льгот Вот собственно Здесь нарисовалась Та самая вилка Которой я говорил Муратов Упоминает О том Что собрано Налогов С деятельности Предприятия 2 миллиарда 700 миллионов Рублей И еще 2,5 миллиарда Государство Этих налогов Простило Вот этим вот Товарищам Которые развивают Промышленность В этих зонах То есть Общая сумма Налогов Которая могла бы Быть взыскана С этих предприятий За их деятельность Составляет 5,1 миллиарда Рублей Остается понять Насколько Вот это все Что они делают Стоит Тех 2,5 миллиардов Рублей Которые Государство Им прощает Ну Как результат Работы Этих тассеров Муратов Рассказывает О социальных Эффектах Которые Случились В некоторых Городах Где расположены Эти зоны В частности Безработица В Белебее Снизилась Вдвое До полупроцента Ну Давненько Не был я В Белебее Если у нас Есть слушатели Оттуда То расскажите Напишите нам Как действительно Обстоят дела С безработицей В вашем Замечательном Городе Действительно Ли там Нет проблем С трудоустройством И мы узнаем Как на самом деле Также Муратов Упоминает о том Что Изменились Концепции Миграции В некоторых Городах Где расположены Эти тассеры Например Миграционный Приток В Комертау Составил Плюс 291 Человек В этом году При том Что в 2016 Году Там был Отток Миграционный И он составлял Минус 420 Человек То есть Ну условно говоря Почти на 700 Человек Изменилась В год Концепция Миграции В Комертау И если это Действительно Так То это чудесно И замечательно Тассеры Будут действовать В Белебее И Комертау До 2028 Года То есть Вот этот режим Льготного Налогообложения Там будет Так устроен А в Благовещенске Белорецкие И Нефтекамские Эти тассеры Будут действовать Аж до 2031 Года Ну в общем В целом Картинка Конечно Благостная Но остается Понять Насколько Эффективны Вот эти Льготы По налогам И насколько Достоверны Вот эти Все данные Которые нам Выдает Муратов По поводу Безработицы Миграции И прочих вещей Так это Конечно Выглядит Все очень Даже симпатично Выслушав Своего Подчиненного Назаров Дал указание Активизировать Усилия По стимулированию Экономики Других Отстающих Городов В частности Агидели И Сибая Там ситуация Очень сложная Там закрываются Предприятия В Агидели Их и так Было немного И соответственно Складывается Угроза И для Занятости Населения И для Пополнения Бюджета Этих городов Вот в этих Городах Конечно Все очень Непросто Но Агидель Всегда Была Отстающей Территорией После того Как не случилась Там Вот эта Атомная Электростанция Собственно Шансов Осталось Очень немного И надо было Срочно Что-то Там Менять И делать Там И порт Пытались Придумать Там Что только Не пытались Придумать Но Агидель К сожалению Висит Тяжким Грузом На шее Башкирской Экономики Завершу Обзор Докладов На оперативном Совещании В правительстве Докладом О подготовке Городов И муниципалитетов К Новому году Доклад Этот сделала Ирина Александровна Голованова И очевидным образом Ее задачей было Развеять То есть суметь И непонятное Что внес В нашу жизнь Дорогой Ради Фаритович Который наложил Ряд запретов На муниципалитеты И города Республики И это было Так все Невнятно И запутанно Что многие Действительно Запутались Не поняли Что им делать Наделали глупостей Я имею ввиду Например Администрацию Салавата Которая то покупала Гирлянды На Новый год То отказалась От этих покупок В общем Было сложно И вот Голованова Решила нам Прояснить Самое первое Что сообщила Нам Ирина Александровна Это то Что вот уже В этом году В этот Новый год Меняется Порядок размещения Всевозможных Увеселительных Сооружений И например Всевозможные Ледовые Городки И горки Теперь будут Сертифицироваться Гостехнадзором И сделать их Будет не так То и просто Например Ледовые Городки Теперь должны Изготавливаться Исключительно Из питьевой воды То есть Помните Раньше Специальные Бригады Пилили лед На реке Белой Такими Очень красивыми Почти прозрачными Глыбами Потом Везли их В город И строили Из них Всевозможные Крепости Фигурки Резали И прочее Так вот Теперь Эти времена Прошли Лед должен Иметь Определенный Химический Состав И состоять Из питьевой воды А любая Горка Высотой Выше Одного Метра Должна Пройти Сертификацию И получить Некое Удостоверение И даже номер Почти как Автомобиль И сертифицировать Их Будет Гостехнадзор Там Куча Всяких Требований Из чего И как Должна Быть сделана Эта горка Какие Она должна Иметь Повороты И каких Не иметь Конфигурация Высота Перепадов И так далее И так далее То есть В конечном итоге Государство Привело Все к ситуации Когда Либо Все горки Будут сделаны С нарушением Либо Дешевле Их Будет Вообще Не делать Кстати Говоря Количество Горок В республике Резко Снизится В этот Новый Год Их Будет Всего 56 На всю Республику Представляете Какие Там Будут Очереди Ну В общем Голованова Рассказала Нам О том Что В этом Году Тоже Проведут Некий Конкурс По Оформлению Муниципалитета К Новому Году До 1 Декабря Уже Обеспечат Иллюминации Все Населенные Пункты А к 20 Декабря Голованова Обещает Установить Горки Ёлки И Городки Всего Этих Новогодних Городков Будет По плану В Республике 1300 Ёлок Будет Установлено 2156 Штук Из них 201 Будет Искусственная Любопытно Будет Посмотреть Сколько Осталось Живых Этих Знаменитых Пиксельных Ёлок Которые Странным И Как выяснили Правоохранители Незаконным Образом Закупила Администрация Хабирова Также Будет Оборудовано 598 Катков 51 Тюбинговая Трасса И В общей Сложности Будет Смонтировано 220 Тысяч Метров Новогодней Руминации В Уфе Будет 232 Ледовых Городка И 169 Ёлок Еще У нас Появится Резиденция Деда Мороза Прямо На берегу Реки Белый На набережной Напомню Что в прошлые Года Эта резиденция Находилась Около Горы Таратал Ехать туда Было Существенно Дальше Чем теперь Деду Морозу На минувшей Неделе Мэр Уфы Мавлиев Сделал Загадочное Сообщение Что он Дословно Цитирую Нашел На складах Огромное Количество Новогодних Инсталляций Украшений Всевозможных Гирлянд И лампочек И еще Много чего Нашел Как он Выразился Ну Что же Это за Такие Волшебные Склады Имеются У мэрии Уфы С неограниченными Объемами Неучтенного В бухгалтерии Добра Может там Хорошенько Порыться Господин Мавлиев И найти Еще один Городской Бюджет Который Будет без Дефицита И без проблем Как сейчас У него Без необходимости Брать займы И прочее Но вряд ли Там найдется Этот бюджет Ну в общем Какие-то Детсадовские Истории Рассказывает нам Вот этот Любитель Самокатов Дескать Нашел он На складах Иллюминацию Все будет хорошо Видимо это тот Самый способ Обойти И нивелировать Глупости Которых Наговорил Про Новый год Дорогой Ради Фаридович Про эти запреты Покупать лампочки И всякие украшения Украшать город Все равно придется А то народ Будет бухтеть И ворчать Но надо же Это как-то делать Не нарушая Указаний Дорогого Ради Фаридовича В общем Нашли вот такой Вот странный Как бы Компромисс В общей сложности По республике В новогодние Канюкулы А они будут длиться В этом году 9 дней Пройдет 450 мероприятий Которым планируют Охватить 150 тысяч человек Ну прям скажем Не так уж и много Назаров Выслушав доклад Головановой И нескольких Еще министров Которые Тоже примут Участие В новогодних празднествах Напомнил О необходимости Особого внимания Детям-сиротам Детям-беженцев Детям-мобилизованных И детям-добровольцев Отметил отдельно Андрей Геннадьевич Что в этом году Мероприятия пройдут Цитируя С увеселительными Ограничениями И направлены Они будут В основном На укрепление Семейных ценностей Ну Я не знаю Как массовое Девятидневное Пьянство Может быть Направлено На укрепление Семейных ценностей Однако Остается надежда На то Что в этом году Население Республики Внезапно Поменяют Свою модель Поведения В эти Новогодние праздники И действительно Ударятся В укрепление Семейных ценностей Собственно Вопрос Об особом Внимании К детям-мобилизованных И добровольцев Звучит уже Не впервые Необходимо Заметить Однако Что ни у одного Из ведомств Ни у Министерства ЖКХ Ни у Министерства Культуры Ни у Министерства Труда Или образования Нет никаких Достоверных Списков Вот тех самых Детей Мобилизованных И добровольцев Нет Потому что Не может быть От слова Совсем Ведь информация О количестве И пофамильные Списки Добровольцев Мобилизованных И прочих Кто ушел На эту специальную Военную операцию Эти списки Глубоко засекречены Мы до сих пор Не знаем О количестве Мобилизованных В республике Башкортостан Это военная тайна Как же тогда Министерство Труда И социальной Защиты Например Будет заботиться О детях Мобилизованных Если она не знает Она Оно Они Не знают О том Сколько и где И кто На самом деле Эти дети Все это Выглядит Как формальная Забота Которая Собственно Наверняка Выльется Опять в очередные Бодренькие И миленькие Видосики О том Как каких-то детишек С чем-то там Поздравили Потому что Повторюсь Функционально У этих ведомств Нет возможности Дойти до каждого Ребенка Который Там У которого Отец Брат Дед Я не знаю Кто Ушел На эту Специальную Военную Операцию То есть Я Совершенно Ответственно Заявляю О том Что Задача О том Чтобы все Дети Мобилизованных Добровольцев И прочие Эти категории Связанные Со специальной Военной Операцией Были охвачены Заботой Государством Эта задача Исполнена Не будет Потому что Государство Не знает Кто Эти дети Вот есть Такой Интересный Ну и собственно Наверное Печальный Нюанс Который Характеризует Степень Эффективности Работы Нашего Государства И степень Его Лукавства И пожалуй Что Лицемерия